Всем привет! С вами Хельга Пирогова и передача «Итоги дня». Путин не планирует встречаться с семьями погибших в Крокус-Сити-Холле. Российские спецслужбы знали о возможной атаке ИГИЛ. А в Следкоме заявили, что теракт финансировали из Украины. Об этих и других новостях поговорим сейчас. ЦРУ еще 6 марта предупредили российские власти, что ИГИЛ готовит теракт в Москве. Выяснил Нью-Йорк Таймс. На следующий день об этом же публично предупредило посольство США. Российские спецслужбы восприняли сообщение всерьез и усилили меры безопасности. Но в течение 48 часов атаки не было, и разведка расслабилась, пишут журналисты. Путин же назвал предупреждение шантажом и попытками запугать и дестабилизировать наше общество. И вот результат. Высокий уровень недоверия между странами не позволил предотвратить этот страшный теракт. Кстати, сам Путин так и не приехал на место теракта. Песков объяснил, что он не хотел препятствовать работе специалистов. Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте. А что касается семей и родственников погибших, то с ними организована очень плотная работа со стороны всех соответствующих служб. В Белгород ехать Путин тоже не собирается. Он ни разу не был в городе с начала войны. Зато вчера Путин ездил в Торжок, отметил там День работника культуры, посетил местные музеи и еще Центр боевого применения и переучивания летного состава. В общем, был очень занят. Совсем нет времени встретиться с семьями погибших в Крокусе. Песков рассказал, что в Кремле пока не уверены, восстанавливать ли концертный зал. Об этом просит его владелец, друг Путина Арас Агаларов. Он хочет и дальше устраивать концерты на месте, где погибли 143 человека. Жертв могло бы быть меньше, если бы не заблокированные аварийные выходы. Журналисты из агентства выяснили, что большинство из них были заперты во время теракта. В Следственном комитете сегодня заявили, что задержали еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Крокусе. Якобы боевики были связаны с украинскими националистами и получали из Украины деньги и криптовалюту. Странно, что им не присылали знаменитые визитки правого сектора. Уполномоченная по правам человека Татьяна Маскалькова тоже высказалась сегодня про теракт. Она отметила, какое цивилизованное и зрелое у нас государство, что смогло избежать самосуда. Публичные, абсолютно демонстративные пытки обвиняемых она решила не замечать. Вместо того, чтобы признать ошибки силовиков и спецслужб, допустивших теракт, российские власти решили заняться любимым делом – бороться с интернетом. Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор решили расширить возможности блокировок запрещенного контента. Законопроекты об этом уже разрабатывают. Чиновники хотят не просто блокировать неугодные публикации, но и выявлять их авторов. А еще доблестные спецслужбы борются со школьниками-пранкерами. В ТВ задержали 9-летнюю девочку. Она писала незнакомой женщине, цитирую, «убейте людей за 500 тысяч рублей». Поступок, конечно, ужасно глупый. Но он явно не стоит того, чтобы кошмарить ребенка. Теперь девочку поставят на профилактический учет, а ее маму оштрафуют. Дело за рассылку похожих сообщений возбудили и на псковского школьника. Как сообщили в полиции, школьник просто решил пошутить. Его задержали. Фельдшеры из Алтайского края жалуются Путину на отсутствие социальных выплат. Недавно врачам в регионе увеличили выплаты, но работников скорой помощи это почему-то не коснулось. Хотя они обслуживают целые районы. Расстояние между поселками по несколько десятков километров. Местные чиновники говорят, что у фельдшеров и так хорошая зарплата. Целых 37 тысяч. Ну и тут вранье. Врачи говорят, что для того, чтобы получать столько, нужно работать на 2,5 ставки. И это проблема не только Алтайского края. Сельские врачи устроили целый флешмоб обращения к Путину. За последнюю неделю появились видео медиков из Нерехтской центральной больницы Костромской области и из больницы Великого Устюга. Математика Азата Мефтахова приговорили к 4 годам колонии по делу об оправдании терроризма. В сентябре прошлого года его задержали на выходе из колонии, где он отбывал срок за то, что якобы поджег офис Единой России. Теперь его обвиняют в оправдании терроризма. По версии следствия, в колонии при других заключенных Мефтахов одобрительно высказывался о взрыве около Архангельского управления ФСБ. Сам Мефтахов вину не признает. В Луфе на два месяца арестовали журналистку Ольгу Комлеву. Якобы она была частью экстремистского сообщества ФБК. Ольга никогда не работала в структурах ФБК, а была только волонтером местного штаба в 2017 году. У Комлева есть сахарный диабет, она нуждается в регулярном приеме инсулина. Однако судья не разрешил передать лекарства для нее в СИЗО. В Петербурге задержали бывшего наемника ЧВК Вагнера за Мербеком Розаевым по подозрению в изнасиловании. Это произошло 26 марта. У пострадавшей женщины сотрясение мозга, множественные ссадины на шее и ключице и повреждение половых органов. Самое ужасное, что Мрузаев уже совершил похожее преступление. В 2019 году суд в Свердловской области приговорил его к 18 годам колонии за изнасилование и убийство. Но после начала войны Мрузаев пошел в Вагнер и уже через полгода был на свободе, отсидев меньше четверти положенного срока. Об освобождении другого убийцы и педофила Никиты Семьянова сегодня рассказала наша коллега Анастасия Кадетова в ролике на канале Навальный Лайв. Я рекомендую к вам к просмотру и ссылка на все выпуски с рассказами о зверствах, помилованных Путиным зэков, будет в описании. И прошу также вас поддержать петицию против того, чтобы Семьянова пускали к детям. Сейчас он, как герой войны, ходит по школам и рассказывает, как защищал родину. Ссылка на петицию также в описании к этому ролику. Шойгу вручил медаль Героя России командующему центральной группировкой войск. Награду дали за захват Авдеевки. Героя Российской Федерации. Генерал-полковнику Мордвичеву Андрею Николаевичу. Также генерал-полковник Мордвичев награжден шашкой генеральской. Напомню, что при штурме города российская армия потеряла не менее 16 тысяч погибшими. Еще более 30 тысяч раненых. Вот такой талант у генерала устраивать мясные штурмы. Причем абсолютно всем подчиненным Шойгу плевать на простых людей. Вот жительница Якутска не смогла найти своего мужа. Его сослуживцы попали в госпиталь, а с ним не было связи. Женщина подала заявление в военкомат еще в ноябре, а ответили и только в январе. Муж пропал без вести. За то, что не ответили в срок, военкома штрафовали на целых 5 тысяч рублей. И вряд ли эта сумма сильно ударит по его карману. И уж тем более 5 тысяч штрафа не покроют те страдания женщины, что она пережила за эти два месяца. Яндекс.Музыка заблокировала доступ к странице белорусского артиста Апсент, автора завирусившегося трека «Можно я с тобой». Там указано, что это сделано по требованию Роскомнадзора. Яндекс обратился за разъяснениями в РКН и Генпрокуратуру, но ответа пока не получил. Песня «Можно я с тобой» была выпущена в 2022 году, после того, как жену артиста приговорили к году ограничения свободы по обвинению в оскорблении Лукашенко. После этого пара сбежала в Грузию. Музыкант прокомментировал блокировку так. По всей видимости, по мнению РКН, я дестабилизирую общественно-политическую обстановку своим творчеством и силой мысли. На этом у меня все. Спасибо, что и сегодня были с нами. Не забывайте, пожалуйста, про лайки и комментарии. Наша команда все читает и анализирует, чтобы делать для вас новости еще лучше. Отдельное спасибо нашим патронам. Ваша помощь сейчас важна как никогда. К ним всегда можно присоединиться по ссылке в описании. А я прощаюсь с вами. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова